Сегодня я снова с вами, сегодня работаем по интуиции, рассказываю, что нужно, что важно, жду от вас тоже работу в чате, если кто-то смотрит нас в записи, то, соответственно, тоже в записи, пообщаемся, работаем для того, чтобы у вас все получилось. Сейчас могу и буду рассказывать, на самом деле, о теме именно создания личного бренда в индустрии дизайна, это основа то, что у меня работало, и не только в индустрии дизайна, а вообще в целом, что такое личный бренд, это когда к тебе приходят и хотят купить что-то у тебя, именно хотят быть с тобой для сотрудников, для клиентов, они хотят к тебе приходить и пользоваться услугами, платят сколько нужно, не торгуются и сами хотят работать. Как говорится, выстраиваются в очередь и хотят работать, но это может быть где-то преувеличение, с одной стороны, с другой стороны, в принципе, так и есть. И чтобы избавиться от этого преувеличения, мы просто повышаем чек, то есть повышаем уровень своего гонорара и своей ценности, потому что мы не просто так деньги получаем, а получаем за ценность, которую мы предоставляем, и именно благодаря этому растем. Вот об этом всем сегодня поговорим, поэтому если у вас есть какие-то вопросы и все, что с этим связано, у нас сегодня не так много времени, не хочу там читать вам большую-большую лекцию, сейчас буквально расскажу свое видение, как у меня что было, обо мне можно посмотреть будет историю, как я это все внедрял у меня на канале, либо скину отдельное видео также по запросу, как развить свой личный бренд, у меня есть пятишаговая методика, поэтому если кому-то будет интересно, расскажу сегодня, как и где это взять. Так, ну что, давайте начинать, давайте начинать. Если меня слышно и видно, поставьте троечки, я увижу, что все окей, что мы на связи и начинаем. Скажите мне следующее, да, кто понимает, что такое личный бренд, зачем он вам нужен, скажем так, и что вы хотите с его помощью добиться? То есть как вы понимаете, зачем вам, какой результат вы хотите получить через личный бренд? То есть причина слушать сейчас эту лекцию, находиться здесь, а не на замечательной улице, где есть солнышко, свет и удовольствие от жизни. Почему вы здесь? Какая причина? Расскажите, пожалуйста, что вами движет. Окей, пока вы сейчас пишите, я продолжу. Расскажу небольшую историю, да, что такое личный бренд для меня. Для меня личный бренд это вообще не про выступления, не совсем, да, не про книгу, которая тоже, конечно же, есть, не про статус, известность, а про ценность, которую мы несем. То есть для меня личный бренд это то, как воспринимают нас люди и чем мы полезны. И сфокусированность на определенной теме, на определенном маршруте, в котором мы двигаемся, она притягивает людей. Для меня личный бренд это про лидерство, про право влиять, про возможности, которые нам дают мир и которым мы им пользуемся. Это про проявленность, про эффективность, про то, что мы добиваемся целей и вместе с нами добиваются цели наши клиенты, наши сотрудники и мы сами То есть это про человека, который ведет к результатам То есть для меня лично бренд это история героя и имеет смысл его развивать в том случае, если вы герои, либо хотите ими стать По рекомендациям сразу могу сказать, что есть книга по сценарному мастерству, есть книга по тому, как вообще работают сказки, как работают герои То есть много книг по этому написано, то есть ищите, там вдохновение Потому что лично бренд это уже вторую очередь история, но в первую очередь это большая цель, к которой идет герой То есть у нас есть какая-то цель, у нас есть видение, с помощью которого мы двигаемся к результату И большой результат у нас, большая идея, философия, почему мы делаем Ценности, с помощью которых мы двигаемся И у нас идет борьба с обстоятельствами, которые нам не дают двигаться вперед Вот, это вот как бы основная суть Сейчас мы это все разберем, и если у вас будет желание, возможность, можно будет поделать упражнение, сможете поделать его вместе со мной Пока почитаю ваши комментарии, я вижу, они уже появились Итак, лично бренд это индивидуальность, моя уникальность, узнаваемость, высокая ценность, личная репутация и ценности твоей компании Индивидуальность, что отличает от других, то есть это уникальность Да, все верно, уникальность это базовая такая тема для личного бренда Это именно уникальность, все верно, с нее начинается личный бренд Так, возможности, это я как эксперт в определенных вопросах, к которым прислушиваются и ценят Прекратил работу в найме в бюро, теперь двигаюсь самостоятельно, хочу понять, как это делать Лично бренд это и ответственность, да, отлично Харизма, супер, вот харизма очень важная вещь, да, харизма прям в топчик, да Давайте, вот Алена пишет замечательную тему, это ответственность Лично бренд это ответственность Ответственность это, в принципе, любая свобода, любая предпринимательская деятельность Любая ответственность за себя, это и есть То есть чем больше у нас свобода, тем больше ответственности И наоборот, хотите свободу, берите ответственность Зарабатывают много люди, которые не боятся брать на себя ответственность Об этом мы говорили в предыдущем нашем вебинаре про тему, как мышление миллионера То есть это неразрывно связанные вещи, это одна без другой вещи не работает Окей, давайте поговорим про личный бренд Сейчас чуть-чуть историю свою расскажу, то есть как я понял, как я его сделал То есть, во-первых, с чего начинается личный бренд? Личный бренд начинается с понимания, что тебе что-то не хватает Что ты хочешь двигаться в какое-то направление То есть у тебя есть большая идея Что такое большая идея? Давайте все найдем ее сейчас Можете выполнять упражнение, можете не сейчас, потом будете смотреть в записи Я буду приводить примеры, вы потом делаете упражнение Я сейчас вам рассказываю прям пошаговую технологию, как делал я Как делали мои тоже ученики, клиенты, с кем мы разрабатываем эту тему, кто именно стреляет Первое, мы понимаем свою ценность, истинную ценность, какая у нас есть То есть я вот, например, занимался дизайном, потому что я люблю, чтобы во всем мире было красиво То есть не только во всем мире, вообще вот я люблю, чтобы вещи вокруг нас Они были красивыми, понятными, интересными, классными, функциональными Я люблю, когда везде есть гармония Вот это вот, это у меня устройство души такое У вас, возможно, тоже То есть у меня это критически важная вещь Это мне важнее Допустим, функциональности Ну нет, функциональность тоже важная Это, естественно, тоже часть креста Я имею в виду, что прагматически каких-то вещей Что там, механизм, кстати, да, хорошая такая оговорочка Механизм часто очень красивый, когда он именно функциональный То есть экономия, скажем так, да Или упрощение где-то там, где не нужно Экономия на каких-то качествах Вот мне важнее именно качество, именно красота Именно функциональность И именно чтобы это все было красиво оформлено и было со вкусом сделано Какая-то изюминка обязательно должна быть Для меня это важно Для меня важно, чтобы было необычное Мне важно делать что-то новое всегда У меня философия, что человек развивается и двигается вперед Когда он сам развивается и создается что-то новое И мои клиенты, если я говорю давайте про дизайн интерьера Чтобы вам было понятно Но вообще это подходит и для всех И предпринимателей тоже Сейчас я работаю с предпринимателями И мое предложение всегда связано с одним Что мы создаем ценность, добавочную ценность Благодаря всегда созданию нового продукта с новыми качествами Поэтому у меня нет какого-то штампованного стиля в дизайна Поэтому у меня нет каких-то штампованных идей в бизнесе Поэтому я не предприниматель больше и не бизнесмен А именно творец, создатель И вот эти свои душевные качества, которые мне именно присущи К чему я стремлюсь, постоянно к новому К развитию новому У меня идет основным таким посылом Ко мне приходят для того, чтобы зарабатывать много денег достаточно Через идеи, если мы говорим предприниматели И ко мне приходят клиенты в дизайне интерьера Для того, чтобы создать себе интересный дом Новый, который они либо не видели Либо не видели его именно таким образом То есть они хотят что-то новое, что-то прикольное, интересное Вторым уже эшелоном идет функциональность Далее идет цена-качество И именно поэтому премиум-сегмент тоже им интересный И дальше еще идет у них и у меня тоже Развитие через обучение То есть я стараюсь систематизировать И передавать знания Так вот, первая часть То есть, надеюсь, понятно Напишите свою философию, ради чего вы двигаетесь вперед Будь это выгода, будь это доминантность ваша Именно, что вы хотите прославиться Быть известным дизайнером Или известным предпринимателем И работать на всех континентах Может быть, вас двигает именно количество денег Или количество сотрудников Что-то, что двигает вами Может быть, это естество природы Очень часто, ну то есть, если посмотреть Круг Шварца, вот вам рекомендую тоже Кому будет интересно После эфира напишите мне У меня тоже будут для вас интересные бонусы Как найти свою философию Ценности свои, терминальные Можно загуглить Круг Шварца, там 19 ценностей И по этим ценностям нужно найти не одну А там три, там сектор Вот у меня это гедонизм Создание нового, свобода Движение, ну вперед всегда Чуть ниже там это уровень денег Достатка, доминантности Ну это совсем ниже Дальше там власть А в другую сторону круга Там отношения Близость с природой Консерватизм Безопасность И вот весь этот круг у нас Как архетип, если кто-то изучал Вот это примерно про это Но не совсем про это То есть архетипы Это внутри устройства человека А это именно ценности К чему люди стремятся Очень интересная тема Кому будет интересно У меня про это есть отдельная лекция Прям супер классная вещь Это то, к чему вы стремитесь Это ваша философия У каждого она изначально дается Ну просто рандомно, как мне кажется То есть мы ее не выбираем Но эти ценности Они еще меняются Со временем То есть сначала нам важно Быть первыми Потом нам важно Работать с коллегами Потом нам важно признание Потом нам может быть важно Творчество, креатив Но основа всего остается И эту часть Как раз таки Это есть Большая важная часть Нашей философии И на это На это видение К нам стекаются Клиенты Сотрудники С этим Вся наша творчество Вся наша работа Она связана с тем Что мы транслируем Вот эти основные ценности Чем бы мы ни занимались Поэтому я одинаково занимаюсь С одинаковым посылом И ценностями Занимался визуализацией Делал новое Дизайн интерьера Книгу писал Именно таким образом Конференция у нас По этим смыслам С предпринимателями Я работаю по этим смыслам Создаю Новые направления Новые бизнесы По этим смыслам То есть это лишь фон А концепция общая вот такая Вот у вас она тоже есть Можете сделать упражнение По кругу шварца И выяснить То есть это первая часть Это терминальные ценности Так называемые Надеюсь понятно На самом деле Здесь мало будет понятно Но я хотя бы дал вам Направление куда копать Если нужна будет проработка Можете прийти ко мне У меня будет Дневный Дневной Не вебинар А вообще выступление Смотрите в общем выступление Я буду делать на эту тему Выступление в Москве Если будет интересно Приходите Вот и Давайте Первую часть Надеюсь понятно То есть мы выяснили Куда мы идем Второе Что у нас должно быть И она очень важная тема Это то Кто мы внутри То есть не к чему мы стремимся Как мы правильно видим устройство мира А какие у нас ценности Есть внутри у себя Что это такое Это ценности Инструментальные Какими инструментами мы обладаем Это связано с уникальностью Если кто-то смотрел лекцию В прошлый раз Я давал вам бонусом Там как раз четыре вещи Что нужно людям Уникальность и потребности Это прагматические вещи То есть цена Качество Это выгода Это общение Эмоции Это в обществе Главенствование Быть статус Получить И безопасность Вот эти ключевые четыре ценности Надеюсь вы их усвоили Мы выбираем ключевые две Мы не можем все в себе вместе сочетать Потому что все равно у нас Две первые какие-то ведущие У каждого это свое Соответственно В этой теме Мы тоже проявляемся И когда мы проявляем Свои вот эти вот инструменты То к нам приходят люди С такими же ценностями Терминальными С первой части К новому Либо к стабильности Либо к безопасности И соединяются Вот с этими двумя вещами Которые тоже у нас есть И ключевая тема Это как раз таки Выявить Что у нас двигает И показывать это Не стесняясь Не пытаться охватить Весь спектр Весь круг Или весь мир охватить Это невозможно Почему это невозможно Потому что Тогда нужно быть Огромной корпорацией Как Coca-Cola Например Они все ценности Пытаются объединить И брать разных Лидеров мнения Чтобы охватить Вообще все сегменты Нам это абсолютно не нужно У нас есть свой сегмент Небольшой И в этом сегменте Мы становимся номер один То есть очень важно Допустим Если мы все дизайнеры Или предприниматели Выбрать свою нишу Слышали, понимали И это очень просто сделать Если ты умеешь слышать себя Как слышать себя Смотрите круг Шварца Ценности терминальные Ценности инструментальные Инструментальные ценности Связаны с чертами Моих характера У меня черта характера Это системность Я очень хорошо разбираюсь В сути вещей И создаю новые Инструменты То есть я хорошо скомбинирую Вот это у меня хорошо работает Это первое И второе Я очень хорошо доношу информацию Объясняю И умею объяснить так Чтобы другой человек внедрил Вот эта часть Креатив Да, тоже есть То есть я стараюсь применять Это именно для Чего бы то ни было К чему бы я не соприкасался Вот Я применяю вот этот подход Семь раз отмерю Один отрежь Вот это про меня Без всякого хайпа Без каких-то там Пишемся там Разберемся У меня просчитано Все четко Все детально Все по полочкам Вот это вот мои ценности И за это ко мне идут и клиенты И люди меня ценят И возможно эта лекция Тоже вам Ну каким-то образом Интересна При этом Заметьте Я сейчас не даю никакого Вам таблички Я хочу, чтобы вы тоже Повключались Да, немножко поработали Посмотрели И опять же Это тоже может быть Элемент такой коммуникации Да, если вам что-то будет Интересно И вам что-то будет непонятно Вы можете мне написать И мы с вами продолжим общение Потому что невозможно всем людям Там 100, 200, 300 человек в чате Все рассказать Чтобы им было понятно Каждому нужен персональный подход У меня персональный подход Тоже каждому Я люблю индивидуальную работу Как с клиентами По дизайну Так с клиентами И с людьми Просто вообще Люблю общаться персонально Это тоже моя ценность Вот, поэтому пишите мне Если что-то непонятно Вот мы с вами уже пообщаемся Лично по вашей истории Не стесняйтесь Поэтому я стараюсь всем помочь Я считаю, что продвижение Через пользу Оно самое важное То есть у меня экспертное продвижение Всегда Вот, информации у меня много Если она как-то вам поможет Заработать денег Или найти себя Я буду только счастлив Окей В общем, две темы мы вытащили Да То есть первое Терминальные ценности К чему мы стремимся Инструментальные ценности Это то, каким способом мы двигаемся Читаю сейчас несколько вопросов Да, задавайте И я сейчас пойду дальше Культура, духовность, традиции, экосистема Отлично Да, вот я вижу, вы пишете Любовь к всему живому Да, абсолютно верно Двигает развитие Супер Ведущие качества Вот, Анна тоже Супер Значит, мы с вами одной крови Ты и я Все хорошо На ценности выстраиваются Мотивы по архетипам Да Да Культура, духовность Все верно Да, с архетипами связано Раскрыть потенциал человека Через интерьер Психотип, природа Инноваторство Отлично Спасибо книгу, кто получил Пожалуйста Да, кстати, кто заказывал книгу Уже получили Кто не заказывал Там будет ссылочка Я думаю, дадим потом Администраторы Обязательно к моему видео Приложите книгу Чтобы у меня было Не только полезное Бесплатное выступление Но и как-то Было полезное людям и мне Так Любовь ко всему живому Культура, духовность Традиции, экосистема Раскрыть потенциал человека Отлично, отлично, отлично Познание, гармония Молодцы Все правильно Все правильно вы пишете Замечательно Очень хорошо Очень хорошо вы поняли Это вы написали Ценности терминальные К чему вы стремитесь А теперь напишите инструментальные Я обозначаю их Вот такими значками А, мне нельзя писать много Ну ладно, извините Тогда через 15 секунд Только могу писать Хорошо Значит Если нужно будет условное обозначение Тоже мне напишите В общем Вторая часть Выберите себе По уникальности Четыре основные Вернее Ранжируйте по четырем Основным параметрам Это Давайте напишу Первое Чтобы вам было понятно Первое Это выгода Второе Это эмоции Третье Это Лидерство И четвертое Это безопасность Условные слова Да, слова могут быть любые Но это общие принципы Что вы сами исповедуете К чему приходят люди вам При этом по разным продуктам Это могут быть разные темы Приведу пример Смотрите У меня есть бизнес интерьера Для людей Которые хотят качественно Но за разумные деньги Я им говорю Что у меня Первое Это выгода И четвертое Это безопасность Они знают Что я системный И они знают Что я придумаю Интересное решение При этом эмоции Общения Допустим Со мной Им не так важно Потому что у меня работает команда Именно этим людям И лидерства тут нет Стремление Попасть в журнал Или как-то сделать Что-то необычное Тоже нет Это обычная бизнес схема То есть у меня работает студия Которая делает Просто классный интерьер Для бизнес клиентов Ну выгодные Они интересные Но там Не совсем выдающиеся Я имею ввиду Что без того Что прям в журнал попасть Они просто для людей Поэтому у меня Первое и четвертое Это в студии дизайна На услугах бизнес класса Это потребность клиента И у меня это есть Но когда я захотел Выйти в личный бренд И захотел выйти В более премиальный сегмент Я сделал по-другому Я нашел в себе Другие смыслы Это смыслы Как раз таки Ну допустим Эмоции и безопасность Да То есть у меня покупают По системе Эмоции Это личное общение То есть я лично веду К результату по системе Вот сейчас Ну и выгода Получается Выгода Безопасность Все равно так или иначе идет Но люди покупают Именно эмоции Потому что личное общение В премиум сегменте Эмоции обязательно Она важнее Выгода именно в деньгах Поэтому когда я стал Переквалифицироваться В премиум сегмент Мне важнее было Раскрыть не выгоду А эмоции свои Лидерства тоже там нету Потому что люди не хотят Светиться и в журналы попадать Им это не важно Им важно Чтобы их услышали С ним лично поработали В моем случае Мои премиум клиенты Так работают И в дизайне интерьера И в личной работе До результата Я веду людей к деньгам Там 1, 2, 3, 10 миллионов Вот у меня Именно личное общение Они чувствуют коннект со мной Что я им помогу И система дает безопасность Что как пойдет Как получится У меня есть четкая система То есть у меня покупают для этого Поэтому к чему я это говорю Что когда вы выявили Свои ценности Вы помещаете это На свой продукт Какой бы он ни был Будь то строительство Если вы декоратор Если вы дизайнер Если вы предприниматель Консалтер Не важно Кто бы вы ни был Или хоть зубной врач У вас всегда есть Какие-то основные ценности И вы наслаиваете их на продукт Применяете их продукт Поэтому задача Подумать как вы можете применить Это к продукту Как я сейчас рассказал И тогда Когда вы начинаете транслировать Только после этого Мы начинаем транслировать себя И только тогда Мы привлекаем нашу аудиторию Следующий момент Это когда у нас это выявлено На продукт мы посадили Поставили У нас есть ценности продукта И мы начинаем это транслировать Через что? Через себя И через свои истории Как мы делаем Если мы говорим об услугах Как мы делаем Благодаря этим ценностям Результаты клиентам И на каждом этапе Должны прослеживаться Вот эти ключевые смыслы Это у нас ценности терминальные И ценности инструментальные Это ключевые смыслы Которые есть в нас Которые мы делаем с клиентами И мы показываем другим клиентам Что мы делаем Предыдущим То, что они хотят И объясняем, как это сделано Когда у нас есть объяснение Человек, который не просто Там на хайпе пришел О, куплю, что там не было Кликну, куда мышечка кликать А пришел именно осознанно А мы выбираем осознанных клиентов И ко мне приходят тоже осознанные клиенты Надеюсь, вы тоже хотите Чтобы к вам приходили Не просто потому что Мышкой случайно кликнули На кнопочку Заполнить анкету И потом вы им как-то продали Ваши продавцы продали И потом с ними возитесь Они вообще по ценностям Не совпадают Если вы хотите реально своих клиентов Клиентов мечты То хорошая новость в том Что клиентов очень много Миллиарды людей там на планете И вопрос найти своих Даже 100 тысяч клиентов Вам до конца 10 жизней хватит Вот Так зачем тогда искать вообще всех Выгодно найти в этом океане людей Тех, кто вам подходит И они найдут вас И тогда и вы, и они будут счастливы Именно поэтому нет Никакого страха в сужении ниши Как только человек понимает, что его Как только он понимает его ценности Как только он накладывает это на продукт, на свой И начинает транслировать без боязни Упустить кого-то Начинается магия Вот с этого момента начинается Сила внутри Она все растет, растет, растет И ты становишься лидером Потому что ты идешь к результату И к тебе люди притягиваются И клиенты, и сотрудники Все к тебе притягиваются Кажется вот, что Визуализация сработала Фильм-секрет сработал Вселенная нам помогает С одной стороны, да Можно так сказать Да, если, ну, по эзотерике А если просто даже прагматический смысл Я вам сейчас рассказал всю схему Как это работает в жизни и на практике Потому что люди, это, ну, в целом просто люди И нас устроила биология Или природа определенным образом У нас там не так много комбинаций Просто их надо знать, понимать и делать Не пытаться все вместе делать Тогда это работает Не знаю, не сильно грузанул Сейчас пойдем уже более С философских, более практических-то вещи Окей, как вам информация? Сложно, несложно? Понятно ли примерно, о чем я говорю? Если вам даже непонятно издалека То пока вам рано выстраивать лично бренд Пока вам можно просто Ну, работать хотя бы Хоть как-то Хоть как-то получать заказы Определиться, чем все делать Если уже это есть То можно уже двигаться дальше Если чуть-чуть откликается Хотя бы немножко понятно То имеет смысл двигаться В этом направлении Потому что там Много-много пользы Много-много денег Так, вижу Пишите Эмоции и выгоды Эмоции и безопасности Выгоды и лидерства Отлично Выгода и эмоции Ага Эмоции и безопасности Отлично Сомнализация и выгоды Вот, те смыслы, которые вы пишете Спасибо вам, дорогие, что пишете Это все классно И те смыслы, которые вы закладываете Самое важное Как проявляться Нужно из своей жизни Из своей практики Из своего опыта Из опыта ваших клиентов Выискивать ситуации Которые были И которые вы решили И вы решили это благодаря Тем двум ключевым вещам Которые вы сейчас транслируете То есть как вы эмоционально И выгодно решили для клиента Как выгодно для клиента Решили и он испытал эмоции У кого Самореализация там выгода То как вы Что-то новое придумали Да И сделали это так Чтобы клиент не потерял деньги Это самореализация и выгода Надеюсь, тоже понятно И вы сможете сделать Такую себе Трансляцию Это фильтр Знаете, это как фильтр стекло Когда вот мы ставим Там в бинок или куда-то И вот там можно вставить Зелененькое Синенькое Красненькое Это фильтр, через который Мы смотрим на всю призму Вообще Всего, что происходит И это же видит клиент Вот это вот Одна из основных вещей Так, Настя Хочет делать интерьер С применением Васту Но боюсь, что это Очень узкая ниша Настя, это не очень узкая ниша Васту Это подниши эзотерики Эзотерика Вообще Чтобы вы понимали Ниша эзотерики Это 50% людей Может быть больше То есть кто-то во что-то верит Скорее Даже больше Наверное Ниша Прагматичных людей Как называют-то Которые Атеисты В общем Которые ни во что не верят И верят в материализм Да, их наверное меньше Их наверное процентов 15-20 всего Как по моей оценке Такой внешне Поэтому Ваша ниша Это 50% Ой, сколько 80% Вообще всего населения А из них уже Если мы берем все ответвления Любой эзотерики То ваша например Часть это Именно кто через Васту хочет Там 10% Например Или 5 Но В чем фокус Что если люди уже знают Что есть Васту И через нее они хотят То это уже люди Которые ищут вас И вам нужно просто быть Самым лучшим дизайнером По Васту Или самым лучшим Предпринимателем По Васту Как вы применяете В какую-то нишу Занишеваться можно И там будет тоже Сотни тысяч Или миллионы людей Поэтому я не думаю Что тема Васту Она узконишевая Абсолютно нет Так Круто Благодарю Супер Понятно как наложить Сейчас буду рассказывать Как наложить Полезная информация Поясните пожалуйста Подробное про эмоцию Да Эмоция это Смотрите У меня есть расшифровка Что значит вот эти вот У меня есть система BEST Я в прошлый раз показывал Что такое система BEST Это бенефит Выгода То есть человек принимает Потребность его выгода Он хочет везде выгоду найти Emotion Это эмоции Общение Отношения Личное общение То есть человек питается Именно эмоциями Он к нему стремится То есть ему самое важное Вот эмоции И самое важное Это Общение С людьми S это Safety Ну BEST S это Safety Безопасность Все что касается Безопасности Системности Последовательности Предсказуемости То есть у него Внутреннее желание Чтобы все Поконтролировать И T это T это Top это Ну лидер Лидерство Это доминантность Любая Спортсмены Быть в журналах Быть лучше других Показать соседям Удивить соседям Вот такие смыслы То есть запомнить очень просто Аббревиатура BEST BEST Ну потому что Просто легко запомнить Вот и все И все буковки сходятся Ну просто такое слово я придумал Вот И это я вывел Как раз из всех Вообще элементов Которые есть По психологии То есть там есть 12 архетипов И все что с этим связано Но все это знать В принципе не обязательно Достаточно 4 вещей Могут быть на первом месте Эмоции И топ Да конечно могут На первом месте Может быть все что угодно То есть вы сами ставите Все что необходимо Так Всем BEST Точно зашла После того как вы справились Сказать о ней родным Супер Так давайте теперь Как это применить Смотрите Применяем это Тем что Мы можем Создавать Давайте сейчас Следующее что у нас должно быть Когда мы это поняли Про себя Мы должны создать Некоторую авторскую методику В чем авторская методика заключается Это наш способ Создания стандартного Какого-то проекта Либо продукта Что я имею ввиду Под стандартным продуктом Это дизайн интерьера То есть у нас У всех дизайн интерьера Делается одинаково Либо бизнес всегда Строится одинаково Сейчас я расскажу И вы увидите Как это работает То есть что нужно Чтобы дизайн интерьера построить Нужно взять Бриф Нужно сделать Планировку Сделать визуализацию Подобрать мебель И создать чертежи То есть вот этот проект готов После этого Реализация нужна Комплектация Все остальное Ну то есть это уже другие услуги Давайте возьмем Вот эти вот пять элементов Которые необходимы У нас Для того чтобы Все заработало И вопрос У всех ли такие пять элементы Если я спрошу То скорее всего скажете Да у вас у всех то же самое Потому что невозможно сделать То есть если ты делаешь интерьер Делаешь салат Делаешь бизнес Ты не можешь его сделать Без сотрудников Без клиентов Без продукта И без системы Которая все это оказывает То есть как автомобиль Ты не можешь сделать Без колеса Без кузова Без руля И всего остального Потому что это суть Этой системы И вопрос заключается в том Что какими свойствами Мы это наделяем Давайте на автомобилях Будет очень просто Да что мы У нас может быть Какой цвет Может быть разный У нас может быть Функционал То есть бывает самосвал Бывает гоночный автомобиль Феррари Бывает универсал Для семей Для дачников Да Бывает Разные абсолютные автомобили Вот так же и здесь Мы Делаем разные Вот эти вот сути Которые мы из себя вытащили И помещаем это На свой проект К примеру Давайте приведем пример Конкретно на дизайне И на бизнесе Чтобы нам было понятно Вот эти вот принципы Допустим у нас Две вещи Давайте возьмем Выгода И безопасность Это моя тема По бизнес интерьерам Пока для этого Смотрите Чтобы было максимально Широкому кругу понятно Что такое выгода и безопасность Мы говорим Мы делаем с вами сейчас Техническое задание Вашего интерьера Для чего Мы делаем его Для того Чтобы получилось Что потом не переделалось Чтобы экономить ваши деньги Чтобы Мы Сразу же С первого раза Поняли как надо И сами Не тратили время Своё Своих дорогих специалистов И ваши не тратили То есть мы один раз Создаем вот такой вот альбомчик Такое техническое задание И за счет этого Потом не переделаем То есть Это у нас Смыслы Которые мы доносим В этой части Теперь давайте возьмем Тоже на техническое задание Для чего мы его делаем Но с другими смыслами То есть допустим Ну давайте какие возьмем Эмоции И Что еще Эмоции И Лидерство Да Окей То же самое Смыслы другие Мы делаем техническое задание Специально Да Чтобы мы вместе с вами Прожили Классный день Вот в этом интерьере Вы буквально уже Сейчас увидите Как он будет То есть мы подберем С вами заранее Вы это все посмотрите На едином вот табличке Как вот фильм Секрет смотрели Или там Калаш мечты Выполняли Вот у вас будет точно так Что только про ваш интерьер Вы уже заранее сможете Прожить эти моменты Сладкие Классные И вы Сможете уже даже На приготовленных Наших эскизах Посмотреть Насколько это Вам принципиально нравится Или у вашей там Или насколько наоборот Похожа на актрису С которой вы На которую вы хотите Быть похожи Или интерьер Который вам нравится То есть понимаете Мы просто закладываем Под другие смыслы На одно и то же действие И Это для чего Мы это делаем По сути мы Одну и ту же сущность Это техническое задание Это альбом Сбора информации Мы показали Под разными углами И вот ключ вообще К успеху К продажам К личному бренду К трансляции Своих ценностей Это первое Знать свои ценности И второе Уметь их наложить Правильным образом На то что мы Делаем И так вот На каждом пяти этапах Если на каждом этапе Взаимодействия с клиентом И со своими ценностями В контакте В коннекте То у нас получается Мы сами Транслируем то что у нас получается Это наш метод У нас есть метод Авторская методика И клиент ее видит И что мы говорим Мы говорим У нас есть авторская методика Создания дизайна интерьера Либо создания бизнеса Сейчас про бизнес отдельно Тоже расскажу И Вроде как мы делаем Все для всех Но мы делаем упор И делаем акцент На наших ключевых свойствах И клиент думает Блин классно Наконец-то я взял автора Автор это еще тот Кто стиль сделал Какой-то свой например То есть Мы делаем интерьер С каким-то Ну вот у меня интерьер Почему он такой Ну потому что он отражает То как мне нравится Как я хотел Так и сделал У меня огромное пространство Огромные большие пространства У меня комната 150 метров У кого-то квартира такая У меня комната просто такая И мне нравится Я не люблю маленькие клетушки Я люблю масштаб Я не люблю ярких цветов У меня нет ни картин Ничего Я не хочу чужого в доме Я хочу чтобы была Чистая энергетика Для меня это окей Это моя И я это транслирую Там следующее У меня очень простые материалы Там кирпич Естественно натуральный У меня нет пластика нигде Есть там мазанка Есть там дрова Там камин Ну то есть такие Открытые элементы Мне так нравится Это отражает то что я вижу И я могу Как бы описывая свой интерьер Который мы видим Это растения люблю Кстати вот близость природы При этом вот у меня Немножко классическая Такая вот какая-то история Вот такая тоже прикольная Вот лампочка Вот у меня в общем Ну вот это вот то Как мне нравится С небольшим еще шиком На контрасте Вот И Когда я это описываю Я описываю это Учитывая свои ценности Те ценности Которые я проговорил Вы можете видеть Это в интерьере И точно так же Мы делаем это для клиентов И что мы можем сказать Типа я автор методики Какой методики Методики Или стиля Какого-то Такого подхода И когда клиент Ко мне приходит Я еще могу в стиль Добавить следующее Почему меня покупают Когда клиент приходит В дом Я им показываю Я говорю смотрите Мы это делали не сразу Сразу мы сделали Классный дорогой проект Но дальше воплощали Это все поэтапно Да Мы не продумываем Например Мебель Мы не закупаем мебель То есть с точки зрения Денег мы теряем Потому что выгодно Сразу же купить клиенту мебель И сделать там Что все идеально было Именно подобрано И сразу же агентские получить А мы так не делаем Не потому что мы не хотим заработать Просто это не наш принцип Вот у меня там диван стоит Там где он там Вот диван А или вот этот вот допустим Вот Вот эта штучка Она Случайно была Куплена Просто потом уже под фон Я подбираю то что мне нужно И мне так окей Я специально планирую места Вот и клиенты мы так же делаем Многие из вас делают по другому Многие из вас наоборот Сначала там все выстраивают А потом покупают Вот Это тоже ваш метод И то и то хорошо Но смысл в том Что мы транслируем наши ценности Как мы видим И как мы сами привыкли работать Это и есть методика И создание получается интерьера Если мы про интерьер И одновременно Это может быть авторская методика по стилю То есть я только что две методики вам показал Как я делаю Как я действую последовательно Именно в какую последовательность Считаю правильно делать И второе Какое оформление у меня будет И описание этой методики Дает вам как раз таки уникальность Эта уникальность Она сформирована из ценностей Она формирует ваш бренд И когда вы выходите выступать на сцену Почему вас будут приглашать? Когда вы доказываете Практическую реализацию Ваших мыслей Да Задумайтесь Почему я сейчас выступаю? Ну просто Я же просто обычный человек Мне что повезло или нет? Нет Мне не повезло Есть продуманная система По тому Как транслировать свои мысли Которые ты хочешь И делать так Чтобы людям другим было интересно Почему у меня слушаете? Даже не просто так Ну опять же Как с чего я начал Что бренд Это когда у тебя внимание есть А внимание есть Когда ты проявлен Именно в какой-то теме Это сделано на ваш продукт Не важно Что это интерьер Либо бизнес Либо консультирование Либо обучение Не важно 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 Что все что мы делаем Мы проявляем на все что мы делаем Вот это важно И тогда Другим людям это интересно И у меня есть Финансовый успех У меня есть успех Не только финансовый Но и моральный То есть я счастлив И если вы возьмете Частичку меня А у меня еще есть способность Дать вам это системно И не свое вам навязать Вот как я делаю Не обязательно делать как я У меня есть задача Раскрывать у каждого И я поэтому даю вам систему Как раскрыть то же самое У каждого С другими параметрами И получается Вы получаете пользу А если организаторы Получают пользу от спикера То конечно они Этого спикера приглашают А вы оплачиваете участие Вот и все Вот она польза и пошла Когда вы полезны кому-то В данном случае Я очень полезен организаторам Организаторы полезны мне Потому что у меня есть Публика кому транслировать Вы сможете Опять же приобрести Мои книги Или ко мне прийти Куда-то на курс Или просто вообще Обо мне рассказать То есть это вин-вин-вин Получается Тройная И почему это произошло Это произошло в один Прекрасный момент Когда я понял Чем я занимаюсь И куда я хочу идти Как я хочу проявляться И у вас будет такой же смысл Если вы хотите проявляться То есть не надо думать Где я буду выступать Перед тем как думать Где я буду выступать Или каким образом Организаторы берут на конференцию Нужно продумать Почему вы будете Цены аудитории Потому что вот мы Организуем конференцию Сейчас у нас в апреле будет Там места уже нет Но можно на веблог прийти Я в конце наверное ссылочку скину Тоже кому будет интересно На веблог прийти Ко мне лично на мероприятие Где я буду вместе с вами Разрабатывать вот это вот Целый день будем Над брендом работать То что я сейчас рассказываю Вот и К чему это я К тому что у нас Есть много заявок Но люди не понимают Что нужно организаторам Люди не понимают Чем они проявлены Говорят просто возьмите меня Потому что я хочу выступать Ну да Таких много Вот и все это начинается Бренд начинается Не с того что ты попал на сцену А с того Кто ты есть Чтобы тебя пригласили на сцену Как его описать Я сейчас сказал То есть формируйте методику Формируйте описание Кто вы Проявляйте здесь Не пытайтесь всех брать И тогда все получается Окей Надеюсь понятно Читаю ваши вопросы Так Понятно Как наложить Ну рассказал Собственно как наложить Рассказал Показал То есть начинается все через Ну там две вещи Вот первая Это трансляция вашего продукта Да про бизнес не сказал Сейчас про бизнес расскажу И почитаю вопросы Пока пишите Я к ним вернусь Что касается бизнеса То же самое Что такое бизнес вообще Это четыре вещи всегда Это продукт Что мы предлагаем Это всегда трафик Откуда и как мы берем людей Это продажи Как мы продаем То есть по сути влияние И эта система Как у нас это взаимосвязано Чтобы повторялось без нас Чтобы делегировать И свое время вытащить Вот четыре простые вещи Вот в дизайне интерьеров Даже на одну вещь больше Ну на одну вещь сложнее В бизнесе еще проще Мы формируем свой продукт Что Кому Каким образом мы продаем Второе Откуда к нам приходят люди Есть бесплатные способы Привлечения клиентов Так и платные Смысл в том Что бесплатные и платные способы Работают только тогда Когда у нас есть проявленность Когда у нас есть бренд Понимание кто мы В первую очередь свое Третий способ Это продажи То есть есть технологии Если к тебе человек пришел Как с ним поговорить Чтобы он точно купил Если он целевой Сто процентов конверсии То есть люди точно будут покупать И четвертое Это как сделать так Чтобы у него был результат То есть как довести его до результата Чтобы у него все получилось Если он естественно будет выполнять Свою часть договора Если клиент будет платить Если клиент будет давать обратную связь Там по дизайну Или по бизнесу Неважно Если он будет в общем участвовать В той области Где он должен участвовать По договору То у него будет результат А гарантия А гарантия результата Это ваша сто процентов готовность Идти Почему вы не устанете В любой деятельности Потому что Это ваша ключевая деятельность Если вы выбрали правильно ее Не из-за денег А из-за того Чем бы мы занимались бесплатно Вообще В целом То есть удовольствие от работы Это не работа Это просто образ жизни Проявленность свою Это вот самое важное Тогда вы можете быть уверены Что даже если будет Какой-то сложный клиент попадется Вы все равно Из-за спортивного интереса доведете И тогда вам Отматываем назад Легче продавать Потому что вы точно продаете Тому кому надо И точно уверены Что сделаете результат Отматываем назад Вам легче об этом говорить У вас больше результатов Которые вы можете Опять же показать в рекламе И люди опять приходят И это еще раз подпитывает Нашу уникальность Которую мы идем Надеюсь уловили эту тему И сможете применить Так По бизнесу тоже сказал Давайте вопросики Если есть У нас осталось 15 минут Поэтому Буду отвечать Задавайте вопросы Да Буду отвечать И чуть-чуть Еще у нас осталось По герою Как герою сделать Как сторис И все остальное сделать Тоже изучаю Васту Очень узкая ниша Потенциал огромный Ко мне приезжал Кстати клиент по Васту Я его не взял Потому что Ну я далек от Васту Я сказал что Лучше ему найти дизайнер Как раз по Васту Приезжал клиент У меня у него было Три квартиры в Калининграде Он слушал-слушал У меня долго Купил у меня две книги Говорит я вот послушаю Взял две книги себе Еще кому-то Говорит Ну я просто сказал Что наверное тебе Надо обратиться К тем людям Которые разбираются В Васту Потому что я В Васту ничего не понимаю И честно говоря Как бы Ну не особо-то хочу разбираться Дизайнер-атеиста Вдвойне сложнее Работать с Васту Так не работайте Снежана Зачем вам работать с Васту Ну если вы Дизайнер-атеист Не работайте Найдите себе клиентов С которыми вы Можете работать Чтобы не бояться Что вы вдруг потеряли клиентов Создайте себе Очередь клиентов И все А как создать Очередь клиентов Я как раз сказал Да Проявленность свою Я за прагматизм. Да, можно так. Спасибо, а то могут на первом этапе эмоции и топ. Да, могут. По-моему, рассказал. Система БЭС. А, это уже было у нас, да? Как всегда надо сказать? Да, пожалуйста, я вот всегда для вас. Мне очень приятно, что я разобрался в какой-то теме. И вот без всякого вот этого шелухи я вам четко точно могу сказать, как это работает. С точки зрения не эзотерики, верь в себя. Хотя и это тоже. Смотри предыдущую часть. Ну и как это на уровне психологии работает. На уровне прагматики. Всегда полезно узнать, качественный опыт. Так, отлично. У меня книга и курс пошла. Отлично, отлично. Пишите мне, да, у кого будут какие-то инсайты, вопросы. Я всегда рад общаться. Быть, делать, иметь стратегии. Отлично. Насколько важен талант, по вашему мнению? Ну, талант важен. Талант, это значит, что такое талант? Я изучал эту тему и понял, что талант – это инструментальные ценности. То есть терминальные – это куда мы идем к красоте, а талант – как идем. То есть я иду к красоте через систему. Почему? Потому что я нацелен на красоту, мне нравится. А система – это мой способ, как я иду. То есть я везде ищу систему. Кто-то идет не через систему, а через отношения, через эмоции, через взаимную выгоду, через партнерство. Вот я иду через систему. Мне важно, чтобы все было по полочкам. И я реализуюсь в этом. Если бы я шел через партнерство, я тоже это делаю, но это не мой ключ. Мой ключ – это в системе. Даже когда я партнерство делаю, я делаю его системным. Всегда. И вы найдите свою тему, что у вас есть. Это и есть ваш талант. Талант можно найти. И дальше его развить. Как только вы поняли свой талант, вы просто по нему идете. Нет правильного способа. Вам не надо тоже по системе. И знаете, в чем прикол еще? С какого-то момента, вот 7 на 7, кто смотрит курс, там с какого-то момента выход на миллион и более, он невозможен уже самостоятельно. То есть самостоятельно можно дойти до миллиона, там двух. Ну, дальше уже сложно. И дальше у нас идет через людей. Как идет стыковка через людей? Идет следующим образом, что мы берем другого человека и по неключевому своему качеству. И дополняем его как пазлы. Вот у нас есть пазл, у меня есть пазл системности. Вот кому не хватает дизайнерам системности, мы его вставляем просто, делаем апдейт. И все, и дальше вы проявляетесь. Вы не тратитесь на это время. А у меня, например, там пазл отношений. У меня он не сильно развит. Поэтому я беру себе человека, который налаживает отношения. Вот у меня пазл по дизайн-конференции. Партнер Светланы Кутлуковой, может быть, вы ее знаете. Вот Андрей Радаев, кстати, да, вот тоже. Он тоже будет у нас на конференции выступать. И вот он тоже мой партнер по движухе. То есть мы складываем пазлы. Андрей собирает вас тоже на конференции. Андрей собирает сообщество, а я выступаю. То есть мы вместе, я ему нужен, чтобы контент был, а мне он нужен, чтобы люди были. Поэтому я вот, соответственно, тоже являюсь пазлом где-то. И вы тоже являетесь где-то пазлом. Чтобы быть пазлом и уже мультипликатором, то вам нужно выявить, кто вы, а других людей соединять. То есть если вы хотите, например, если вы суперталантливый художник, дизайнер или кто-то еще, и вам нужны деньги, приходите ко мне, я пазл денег. Я пазл денег по системе. Со мной точно люди зарабатывают гораздо-гораздо больше. Я уже точно это знаю, чем вкладывают. Абсолютно точно. То есть вот это. Вот про творчество, наверное, куда-то еще можно сходить, скорее всего. Но вот если мы говорим про системный результат в деньгах, это вот мой пазл. У кого-то отношения и так далее. Вот, надеюсь, понятно. То есть вы ищете партнера всегда. Если работаешь вдвоем, то личный бред выстраивать как? Вот, я как раз только что, Ксения, только что рассказал об этом. Как быть харизмой, как ее прокачать, курс актерского мастерства? Харизма – это внутренняя уверенность. Она прокачивается, это упражнение. Не актерского мастерства, а курсы харизмы, короче, это есть. То есть вы... Знаете, что такое харизма? Это ты самоценность свою понимаешь, откуда она идет. От того, что ты реализуешься в жизни, и у тебя есть... Можно даже без этого. Просто есть уверенные люди. Просто уверенные. И это прокачивается история. Она прям точно прокачивается. Нужно ей заняться. То есть когда ты входишь... Вот бывает человек, он одаренный вот этой темой. Я думал, что это одаренность. Ничего подобного. Да, есть талант изначально, но его можно развить. Человек входит в помещение. Он вроде как бы обычный. Он ничего специального не делает. Но все взгляды на него или на нее. То есть вот всегда такое бывает. Всегда такое бывает. Это прокачивается. Это внутреннее состояние. Оно прокачивается, оно рождается. Когда ты входишь, и вот ты прям в хозяин. Это видно. Это работает. Ну, как бы это прорабатывается. Нужно просто, ну, в общем, этой темой задаться и изучить. Если вы хотите проявляться через проявленность в... Ну, где-то в каких-то местах. Вот я, допустим, ну, я достаточно такой, ну, не суперсильный там эмоциональный человек. Ну, то есть, ну, как бы мне нормально, окей. Я так больше интроверт. Но я могу проявляться. То есть я могу сделать так, как нужно. И не то, что это против меня. Мне доставляет это удовольствие. Ну, как бы я могу в режим включиться. И вот кто-то говорил про архетипы, да, это вот про это. И все можно в себе прокачать. Но изначально все равно таланты есть определенные у каждого свои. И часто они, ну, взаимоисключаемые. То есть эмоция, там, логика. И еще один момент очень прикольный. Чтобы у вас было лучше там в деньгах или в материальной сфере, как ни странно, прикольно прокачать другую, духовную. Очень-очень прикольно. Потому что там, где у тебя точка, ну, наоборот, вот эти вот слабые стороны есть, не надо их прям вообще туда идти. Но не надо их отрицать. У меня большой прорыв пошел, когда я перестал отрицать эзотерику. И подумал, блин, ну, наверное, что-то в этом есть. Хотя я был прям совсем явно противник. Ну, то есть, ну, вообще думал, блин, ну, шарлатанство какое-то. Но в тот момент, когда я принял, что может быть, даже не то, что принял, не поверил. Но принял, что может быть что-то еще есть и каким-то образом это работает. И как-то мне хотя бы интересно, я туда могу применить что-то. Я просто стал это изучать и понял, что там очень много разумных вещей сделано и есть. И я эти мысли просто стал применять на психологию, на то, что я уже знаю. И вот у меня вот расширилась вот эта часть. Это к предыдущему, наверное, видео. То есть, очень важно для роста, ну, что-то еще встраивать. Это я вот к ответу про харизму, да. То есть, есть курсы не актерского мастерства, а просто харизма наберите, как YouTube-канал какой-нибудь, как харизма, чтобы было. Вот, и его прокачивать. То есть, в целом, это состояние. Это прокачивается точно. Так, вот это про меня, про любимое дело. Когда выгода на самом последнем месте. Круто. Но забывать для себя не стоит. А как можно лидерство наложить на привлечение клиентов? Очень просто. Ты входишь, и клиенты все твои. То есть, ты входишь в зал, и ты понимаешь, все, все клиенты мои. И делаешь так. Ну, вот ты приходишь. Давайте, как это делать? Ты приходишь на конференцию. Ты активный. Ты задаешь вопросы. Ты со спикером, если даже ты не выступаешь. То есть, я когда на конференцию прихожу, я просто начинаю со спикерами общаться. И все думают, что я крутой, потому что, ну, как бы со спикерами я общаюсь, и потом мне легче продать им. Или легче познакомиться. Продать, я имею в виду, не за деньги, а просто влияние, внимание. То есть, это просто технологии, которым можно учиться. Про харизму интересно. Нет, не ораторское. Это не про технику. Это про состояние внутри. Это про состояние, право влиять. Я могу очень-очень много разных вещей рассказать, но, боюсь, там, для кого-то они... То есть, без контекста они покажутся очень жесткими. Вот. Я такие вещи разные делаю. Ну, это так просто индивидуально. То есть, когда чуть ли не демоны из человека выходят. Очень интересная тема. Хотя я не психолог, не коуч, вообще, ну, то есть, я далек от этого. Я просто примерно понял, как это работает. Вот. Поэтому давайте сейчас не будем уходить именно в состояние. Я не, там, по состоянию коуча. Но это точно работает. Давайте так. Кому это интересно, углубитесь сами самостоятельно. Я говорю, что там точка роста есть. Если кому интересно, как это что работает, приходите, покажу. Если руководитель студии дизайнер, так начинает развивать свой личный бренд, бизнес, стоит одновременно начинать или приоритетнее что-то одно в начале? Ну, я считаю, что это две вещи. Они взаимосвязаны. Если вы предприниматель, да, Яна, то ваш бренд – это вы есть сами. То есть, что вы делаете? Ваш бренд – это не то, что вы делаете дизайн интерьера, а то, что вы предприниматель и бизнес организуете. А дизайн интерьера – это только фонд. То есть, ну, это вот ваш бренд. То есть, вы говорите, я умею наладить команду, привлечь клиентов, наладить правильное взаимодействие и оказать качественные услуги. И знаю, как это делать системно. То есть, ваш бренд, он у вас вот этот. А бренд-студия, он отдельно. Что такое бренд-студия? Это то, какой стиль, как вы делаете. То есть, ну, два бренда есть. Есть бренд-студия, есть лично. То есть, надо рассматривать бренд с двух вещей, с двух параметров. Первый параметр – это компания, и второй – это ваш. И они могут быть разные. Как я сказал, что вот даже одна и та же услуга, у меня даже в студии, она с двух сторон рассматривается. То есть, когда мы делаем для нового клиента, для новой целевой аудитории… Сейчас еще, ладно, одну важную вещь скажу. Кто поймет, тот поймет. То есть, наш продукт – это не наш продукт. Наш продукт – это наша целевая аудитория. То есть, наш продукт – это только то, для какой целевой аудитории мы работаем. И все. Сам продукт, будь то дизайн, будь то любые темы – это не важно. То есть, когда мы понимаем аудиторию, понимаем ее более с проблемой и все остальное, мы все продадим. Ты можешь продать дизайн, давайте в эту тему. Можешь продать стройку, можешь продать ландшафт потом, можешь продать сопровождение. Что хочешь, можешь продать, если ценности совпадают. Поэтому бренд – это про то, чтобы быть человеком навсегда. И чтобы он с тобой был навсегда, пока он исповедует такие же ценности, пока ему то же самое – это важно. Это вот про это. То есть, другой способ вообще мышления и другой способ позиционирования продажи. Это не про то, что трафик куда-то загнать и выгодно показать. У нас быстро, дешево, качественно. Это вообще не про это. А про что чуть выше рассказывал. Как полюбить продавать продукт – это творчество, суперпродажа, пробуксовка. Надо просто выучить продажи и все. Продажи – это технология, продажи – это право влиять. То есть, в продажах ключевая вещь – это дать себе разрешение влиять на выбор другого человека. Вот я это тоже в себе отслеживал. Ну и у многих такое есть, особенно у творческих людей. Ну нет, пусть человек подумает. А как только ты понимаешь, что ты можешь повлиять на человека и сделать ему хорошо, ты даешь себе разрешение на это сделать. У тебя есть инструменты, как это делать. И ты, не манипулируя, просто объясняешь, что сейчас с ним происходит. Можем проговорить про героя еще, потому что бренд – это еще герой. Он всегда сталкивается с проблемами, с ситуациями, с которыми сталкивается. И у него всегда возникают в жизни ситуации, которые он показывает, как он решает. И в чем фокус, как сторис описать, как раз-таки, кто ведет социальные сети. Важно рассказывать, как вы именно с точки зрения своих ключевых свойств справляетесь со сложными ситуациями, которые выступают в жизни у вас. Вот и все. То есть не надо рассказывать, как кому-то надо делать. Или не надо рассказывать теорию экспертную. Надо просто показывать, как ты это делаешь. Вот это ключ к успеху. У меня есть тренажер сторис. Бонусом, к сожалению, не могу дать. Но с кем мы работаем – это очень-очень прикольная тема. То есть как мы именно позиционируем эту штуку для того, чтобы постоянно вести какие-то новые истории. Вообще очень классный такой продукт, созданный на основе того, что я сейчас рассказывал. Но я думаю, смысл вы поняли. То есть в жизни вы берете любую тему, которая случается. Например, нужно заливать бетоном крыльцо сейчас. А бетон не приехал. И вот у вас ситуация. И вы с этой ситуацией начинаете себя проявлять. С одной стороны, можно винить комплектатора. С другой стороны, клиента, что он не заплатил. С третьей стороны, можно правительство винить, потому что дороги не сделали и КамАЗ не доехал. С четвертой стороны, можно каких-нибудь шарлатанов винить. С пятой стороны, можно себя винить, что не организовал. С шестой стороны, можно вообще другим делом сказать, что будут заниматься. Ну и так далее. То есть ты начинаешь раскрываться в отношении к событию. И людям всегда это интересно. То есть ты тогда как герой идешь к какой-то цели. То есть мы ставим себе цель большую, ценности, которые у нас есть. И мы потихоньку вот так вот идем. На тех ситуациях, которые происходят у нас в жизни. Тогда клиент видит, что у нас есть постоянная движуха. И что мы проявляем себя. То есть у него внимание на историю всегда идет. Но через историю он раскрывает личность нашу и наш бренд. И тогда получается он нам доверяет и поэтому покупает. Нет никакого другого, ну другой причины, чтобы люди, которые с вами взаимодействуют, чтобы они подогревались и покупали. То есть это вот самое-самое классное, самое основное. Вот так в принципе это работает. Так, ребят, давайте еще скажу. У нас, я не знаю, когда вы будете смотреть. У нас в апреле будет 1, 2, 3 апреля. У нас будет дизайн конференция. И будет веб-блог. На дизайн конференцию, к сожалению, уже билеты все закончились. Поэтому, ну там буквально парочку, наверное, осталось. То есть все забиты. Но еще есть веб-блог. Это моя личная работа. В течение целого дня мы с вами работаем над теми темами. Прям прорабатываем, что у вас. Там 50 человек где-то будет. В зале, в небольшом. То есть все-все-все вопросы по бизнесу. Это для тех, кто уже зарабатывает там условно 100 тысяч и хочет дальше идти. 100, 200, 300, 500, миллион. Расскажу, как до 10 миллионов в месяц выйти. Вот буду целый день рассказывать и вместе с вами делать упражнения. По бренду, по привлечению клиентов, по систематизации, по всему, что необходимо. Заканчивая сегодняшнее мероприятие, я хочу тоже вас, наверное, мотивировать. Если вам тема бренда интересна, я лично вырос в доходе очень сильно. И, наверное, это единственное, что меня вот так вот бустануло вверх. Это понимание создания своего личного бренда. Потому что в 2010-2011 году мы создали дизайн конференцию. Хотя было страшно, конечно. И приняли решение, что будем делиться тем, что умеем. А делился я, как создать бизнес на дизайне интерьеров. Я просто вышел и рассказал. Ребята, я знаю, как надо, на том уровне, который у меня был. Я делаю вот так, и у меня получается. И все, это было начало. Вот сейчас конференция собирает тысячи человек, и все места уже sold out. И все уже распродано. Вот осталось только на Ави-блог на один день. Вот, поэтому, если это все интересно, пишите мне, пообщаемся. Спасибо всем сегодня за эфир. Я, как всегда, вписываюсь вроде как, да. Есть у нас еще пять минут, если есть на вопросы, то окей. Если на вопросы нет, то можно, в принципе, завершать для модераторов информацию, что я окей. Смотрите в записи, тоже присылайте мне кружочки, отзывы. И я вам пришлю пользу о том, как я формирую личный бренд. И дам вам 20 вопросов по личному бренду, которым я даю своим ученикам в личной работе. Пять минут на вопросы. Николай пишет. Давайте. Почему ВКонтакте, Телеграм, у вас нет новых постов, и сейчас выкладываете где-то новые? Я объясню, почему у меня сейчас нет новых постов. И вообще сейчас я не параллеляю никак в соцсетях. Потому что у меня большая трансформация. То есть я, как вам в прошлый раз рассказывал, я перехожу от темы дизайна два года. Я перехожу в новую тему. То есть я очень много знаю, очень много умею. Я прям молодец. То есть я очень хорошо продвинулся, я очень хорошо продаю, очень хорошо понимаю маркетинг. То есть я очень много хорошо делаю, многие разные вещи. И в теме дизайна, ну, то есть я уже дальше хочу идти. Я сейчас работаю с предпринимателями, я владелец ресторана. Там мы ресторан запускаем, делаю большие миллиардные бизнесы, но я консультирую. То есть у меня большой опыт. И поэтому сейчас я как раз доформулировал сообщество, в котором мы работаем. Сообщество Селжис, где мы помогаем людям, не только я, а я передаю всю свою методику. Вот, которую я сейчас рассказываю. Это методика, это же не просто так я вот сижу, выдумываю. Это методика. И я передаю это, то есть у меня сейчас школа по обучению моей методике, а не школа по дизайну. А по обучению методики, как раскрыть потенциал в человеке и сделать бизнес для него. И этот бизнес ему принесет от одного до двух миллионов. То есть я вот сейчас вот это делаю. И так как я сейчас этим проектом занят, я, соответственно, не успел просто переупаковать свою тему. Где-то, если в Инстаграме, либо где-то можно меня посмотреть, или в моем канале, я там частично даю. Но это все сделано неправильно с точки зрения упаковки, как я сам даю своим клиентам. То есть я еще не сделал себя. Поэтому старые аккаунты я не веду. Будет это обязательно. То есть всему свое время я сейчас формирую вот то, что, о чем я сейчас вам разговариваю, я формирую для себя, для новой позиции. Потому что в дизайне я этого всего достиг, это все работает. Теперь просто по бизнесу я это даю рекомендации. Так, спасибо, пожалуйста. Посоветую почитать какие книги? Опять книги. Книгу вот советую почитать. Энциклопедия дизайна комплектации. Почему надо? Потому что это входной билет ко мне в общение. То есть если вы со мной хотите пообщаться, когда вы покупаете книгу, во-первых, вы ее читаете, там уже кладезь информации, которую я хочу дать. А второе, вы имеете доступ ко мне. То есть все люди, которые что-то у меня купили когда-то, я им уделяю особое внимание и даю рекомендации, советы уже более детальные. Поэтому приобретайте книгу, будем с вами общаться. Ну вот, наверное, вот эта книга самая лучшая, даже не только из-за книги, а из-за того, что вы получаете доступ ко мне. А я с удовольствием вам помогаю, чтобы вы заработали много денег. Так, благодарю, пожалуйста, спасибо, очень позитивно прошел вебинар. Пожалуйста, как относитесь к НЛП, стоит ли изучать? Как относитесь к НЛП? Хорошо отношусь, но я не применяю. Мне кажется, это не обязательно. То есть НЛП, я почитал, я изучал два года назад все психологические концепции и особенности. Вот НЛП мне не пригодилось, то есть я там не нашел ничего нового. Я копнул дальше, то есть для меня важно это Круг Шварца, это исследование по ценностям, очень крутая штука. Это, конечно же, архетипы, Юнг, и современное исследование мозга, как мы принимаем решения. Вот для меня это три столпа, а еще Чалдини, четыре столпа, вот Чалдини, психология влияния. То есть как мы социально принимаем решения. Вот эти четыре столпа, на них все есть, то есть это как базовые аксиомы. То есть все остальное, НЛП, все остальное, НЛП, разные там бренды, еще что-то, это все комбинация этих тем. А если я знаю основы, буквы, то я могу составить любые слова, мне не нужно справочник чужих слов. То есть я могу создать любые методики. Это несложно, ну то есть когда ты понимаешь суть вещей. Вот, поэтому я вот рекомендую эти четыре вещи, четыре элемента. Я их изучил, я понял, разобрался и теперь это применяю на практике. Пять шагов по развитию личного бренда. Давайте я повторять уже не буду, это иначе мы лекцию перейдем. Можно либо переслушать будет в записи, либо мне написать, и я вам пришлю пять шагов личного бренда, который я применяю, методичку. И двадцать этапов распаковки, которые мы применяем, тоже вам будет полезненько. Ребят, всем спасибо, на конференцию, на вип-блог приходите, с вами пообщаемся, поработаем. Стоимость не очень высокая, совсем даже доступная. И книгу, конечно, покупайте, приобретайте. Ребята, всем спасибо за приглашение. Подписывайтесь на мой инстаграм и телеграм-канал, обязательно. Ссылки будут под этим видео, модераторы разместят. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok